Десногорские журналисты В отношении подозреваемого под разделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» возбуждено уголовное дело. В Сафоновском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Успехов! Побольше грамот, побольше пятерок. И еще желаю, чтобы ваши родители всегда говорили, вот у меня сынок, а вот такая у меня дочка. Группа «Колосок» прощается с садиком «Теремок». Десять лет в спортивной школе мне дали очень многое. Ну, во-первых, это, конечно, характер, который нужен будет на протяжении всей жизни. Чествование выпускников детско-юношеской спортивной школы. Юные журналисты из детской телестудии «Искра» второй школы вошли в команду «Атом-ТВ» школы «Росатома». Три дня они провели в творческой командировке в Сочи. Ребята побывали на крупнейшем международном форуме атомной отрасли «Атом-Экспо-2018». Подробности в нашем следующем сюжете. За 10 лет проведения форума проект «Школа Росатома» принимает в нём участие в третий раз, а журналисты «Атом-ТВ» впервые. В творческую команду вошли победители видеороликов по метапредметной олимпиаде из городов Десногорск и Удомля. А это четыре человека. Наш город представили Станислав Розганов и Александр Бочинок. Все три дня ребята работали как единая команда. Они познакомились с детьми из сетевых школ проекта «Школа Росатома». Для них на форуме была организована большая образовательная программа, в которую вошли физические квесты, опыты в научных мини-лабораториях, мастер-классы по строительству и архитектуре, посещение экспоната космического корабля «Буран». И, конечно же, экскурсии по многочисленным павильонам форума. Продолжение следует... Но больше всего юным журналистам понравилось работать с иностранными делегациями. Их интересовало, насколько эффективно проходит форум для их стран. Что больше всего заинтересовало вас на форуме? Замбия сейчас развивает свой ядерный проект, поэтому, собственно, представители страны сейчас здесь участвуют в форуме. Но также им интересно знакомиться с другими практиками и смотреть на другие проекты и компании, которые представлены на форуме. Также ребят интересовали и будущие перспективы талантливых ребят из атомных городов. А что ожидает ребят проект «Школа Росатома» в новом учебном году? У нас много, на самом деле, сейчас планов, но самое важное, что ожидает ребят в новом учебном году – это новые возможности, которые у них есть, новые способности их, развитие их. Они невероятны. Вы сами, я смотрю на вас, вы видите себя, вы развиваетесь, становитесь интереснее, успешнее. И это, наверное, самое главное. Главной темой 10-го юбилейного форума в этом году стало глобальное партнерство. За три дня участники рассмотрели и обсудили много вопросов. Наиболее актуальным для наших юных журналистов в преддверии окончания учебного года в школах стал вопрос о подготовке кадров для атомной отрасли. И они поинтересовались, какие наиболее востребованные в ближайшем будущем будут профессии. Безусловно, перечень технических специальностей, которые достаточно широк, я не инженер, но думаю, что специалисты точно понимают, что это все специалисты в области ядерных технологий, инженеры, специалисты среднего звена, долго будут востребованы в атомной отрасли. Но плюс, конечно же, это будут те люди, которые владеют хорошим знанием управленческого процесса, которые понимают, как оптимально обустроить процесс, которые строят этот процесс, понимая, что конечной точкой интересов является комфорт человека. Формат форума включал выставку и конгресс с обширной деловой программой, основным событием которой являлась пленарная дискуссия высокого уровня. На панельных сессиях и в рамках круглых столов проводились обсуждения с авторитетной аудиторией наиболее важных тем для атомной отрасли. На выставке свои технологии и компетенции представили ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей. Ребята из первой школы приняли участие в метапредметной олимпиаде проекта «Школа Росатома». Она проходила в городе Зеленогорск. Два дня Геннадия Мельченко, Владислав Буланов, Валерия Карпинская, Анастасия Прокопова решали сложные и интересные задания олимпиады. В Сафоновском районе сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства. На трассе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль под управлением местного жителя 1979 года рождения. Поведение водителя показалось инспектором подозрительным. При виде сотрудников полиции он явно нервничал. Стражи порядка приняли решение досмотреть транспортное средство. В присутствии понятых инспекторы ГИБДД обнаружили на пассажирском сидении целлофановый свёрток с неизвестным порошкообразным веществом. Обнаруженное вещество полицейские незамедлительно направили на исследование. Результаты экспертизы, проведённой в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Смоленской области, показали, что изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство N-метилофедрон. Задержанный пояснил, что приобрёл наркотик бесконтактным способом для личного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до трёх лет. 28 мая в 6 часов вечера Десногорская музыкальная школа приглашает на торжественный концерт выпускников. Вход свободный. Для подготовишек детских садов выпускной утренник – самый главный праздник. К нему долго готовиться, чтобы блеснуть своими талантами перед родителями. Утренники в детском саду – замечательная возможность для родителей увидеть, как развиваются их дети. Как они быстро повзрослели, мы оглянуться не успели. В один голос ахают родители маленьких непосед. Кажется, только вчера они пришли первый раз с мамами за ручку в детский сад. И вот уже пришла пора сказать прощальные слова саду, тёплому, родному, гостеприимному дому. Выпускной праздник прошёл 23 мая в группе «Колосок» сада «Теремок». Заведующая Татьяна Радивилова пожелала успехов и удачи ребятам и родителям. Ну просто любите их. Вот таких, озорных, весёлых, непослушных, красивых. Просто любите их. Когда детей любишь, у них всё равно в душе идёт очень большая работа и хороший отклик. Желаю вам грандиозных успехов, побольше грамот, побольше пятёрок. И ещё желаю, чтобы ваши родители всегда говорили «От у меня сынок, а вот такая у меня дочка». Концертная программа была построена таким образом, чтобы выпускники могли показать свои знания и таланты. Все стихи и песни были посвящены родителям, воспитателям и любимому детскому саду. Это первый выпускной бал в жизни детей. Красивый, но одновременно грустный и очень трогательный праздник. Впереди их ждёт ещё очень много нового, интересного, захватывающего. Но этот праздник они запомнят на всю жизнь. Осенью начнётся совсем другая жизнь. Школьные радости, товарищи, переменки, звонки и прописи с букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. Закончился выпускной на улице, где в память о беззаботном детстве ребята выпустили шары в небо. А сейчас о спортивной жизни нашего города. Спортсмены Смоленской АЭС стали победителями и призёрами всероссийского турнира по рукопашному бою на призы концерна «Росэнергоатом». Соревнования прошли в Волгодонске. За команду САЭС выступали 14 спортсменов. Все ребята достойно провели свои поединки, показали огромное желание победить. В командном зачёте сборная Смоленской АЭС стала бронзовым призёром. В Смоленске прошёл суперфинал школьного баскетбольного чемпионата 4 на 4. Напомню, что баскетбольный марафон среди учащихся 7-х и 8-х классов проходил в рамках партийного проекта «Детский спорт» и стартовал в ноябре прошлого года. Игры проводились в четыре этапа – внутришкольный, муниципальный, полуфинальный и суперфинальный. В финале встретились команды Десногорска и Смоленска. В итоге со счётом 21-19 выиграла наша команда. Чемпионы и команды призёры были награждены кубками, а также баскетбольной формой. 23 мая состоялся выпускной вечер воспитанников Десногорской детско-юношеской спортивной школы. На нём чествовали как выпускников этого года, так и призёров спортивных турниров самого разного уровня. Прежде чем перейти к чествованию виновников торжества, директор детско-юношеской спортивной школы Виталий Платонов подвёл итоги работы в прошедшем учебном году. В пяти спортивных отделениях обучалось 650 мальчишек и девчонок. Воспитанники школы приняли участие в 40 боездных соревнованиях. Среди самых высоких достижений – три медали в первенстве Центрального федерального округа и чемпионата области. За год десногорские спортсмены завоевали 30 золотых, 70 серебряных и бронзовых медалей на областных и межрегиональных соревнованиях. Получено 8 взрослых и 150 юношеских спортивных разрядов. На каждого своего ученика школа возлагает огромные надежды и всегда отмечает тех, кто их уже оправдал. На праздники все они получили благодарности, грамоты и кубки за свой вклад в достижения десногорского спорта. В этом году спортивная школа выпускает пять спортсменов. Четверо ребят – Максим Коваленко, Денис Яковлев, Александр Зуев, Давид Табунидзе, борцы по самбо и дзюдо. И девочка Ангелина Белякова – выпускница секции лыжной гонки. В торжественной обстановке под бурные аплодисменты ребята получили свидетельство об окончании обучения. Школа по праву гордится своими выпускниками. Эти ребята выступали на городских, областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Завоевывали медали в личных и командных первенствах. Защищали честь нашего города. Вместе со своими воспитанниками поздравления в этот день принимали их наставники – преподаватели Виталий Платонов, Александр Каненков и Алексей Шлыков. Под руководством этих тренеров выросла целая плеяда спортсменов. На добрый путь, полный успехов и достижений, наставляют они и вся детско-юношеская спортивная школа своих выпускников. Даже при поступлении в ВУЗ, там везде есть виды спорта, которые востребованы, которые нужны. И заканчивать со спортом я не собираюсь. Десять лет спортивной школе мне дали очень многое. Ну, во-первых, это, конечно, характер, который нужен будет на протяжении всей жизни, чтобы были успехи и в спортивной карьере, и в учебе, и просто в жизненных каких-то неурядицах. Спортсмены всегда могут с ними справиться. Десять лет я занимался. Вот за все эти десять лет тут, можно так сказать, сплоченный коллектив у нас был, дружба была у нас. Вот что даже вот на улице мы встречаемся, помогаем друг другу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydefestv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok